В сентябре обстрелы города велись круглосуточно. Всего за период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов. В конце 41-го наступили самые тяжелые дни. Размер продовольственного пайка рабочего составлял 250 граммов хлеба в сутки. Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет выдавали в два раза меньше. Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях и в книгах по истории. Она сохранилась в памяти ленинградцев. Сегодня в Сочи проживает 72 блокадника. Одна из них – Наталья Гайдамака. Во время блокады ей было чуть больше двух лет. И тем не менее Наталья Владимировна помнит, насколько страшной была зима 41-42-го. В два года вы ничего. Вы только вспомните, что мама холодная и на отзыв не отзывалась на то, что я ее звала. И думала, почему она молчит? Почему она молчит? Что с братиком? Они мертвые. И тетка родная меня нашла в таком уже виде. Я была без сознания. Это ад был. По сути дела в Ленинграде был ад в это время. Страшный. И как выжила я счастливейший человек перед вами. Не посчастливилось полутора миллионам человек. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. В каждые из этих дней сотни потерь. Люди умирали семьями. И почти все из них от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек – буханка хлеба из опилок. Сегодня 125-граммовый кусочек хлеба, именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей Ленинграда. Это один из символов Великой Отечественной войны. Всероссийская акция «Блокадный хлеб», в рамках которой волонтеры раздают горожанам 125 граммов ржаного хлеба, как дань памяти о мирных жителях Ленинграда, которые два года боролись за жизнь, будучи в кольце фашистской блокады. Эмоциональное воздействие оказывает вот этот кусочек хлеба, потому что человек понимает, что это на весь день. У меня лично мурашки по коже пробежали, потому что мама рассказывала во время блокады, как они переживали. Рвали стен обои, вымачивали обои, брали оттуда клейстер, клейстер отъели. Память и всем, кто погиб тогда во время блокады. Нужно, чтобы помнили, особенно молодежь, особенно дети, поэтому это очень здорово, что такая есть акция. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» продлится до 27 января. Именно в этот день, 76 лет назад, страна праздновала снятие блокады Ленинграда. В преддверии этой даты в Сочи пройдут встречи с блокадниками. С жителями осажденного города можно будет пообщаться лично. 27 января встречи пройдут в Адлерском кинотеатре «Комсомолец» и Лазаревском центре национальных культур. В Центральном районе 29 января в Доме культуры на Горького. Завершится цикл встреч 31 января в Доме творчества «Луч» в Хосте. Раздавать блокадный хлеб будут и на этих встречах, и во всех общественных местах города. Галина Моисеева, НГГ Беша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова